Карпятник, цветущий сад и скейт-парк появятся на территории Воронежских озер. На эти цели запланировано до 156 миллионов рублей. Акция по восстановлению парка стала плодом сотрудничества городских властей с Русским географическим обществом в рамках Года экологии. Все началось в апреле с совместного субботника на территории местных водоемов. Пример оказался заразительным. Постепенно к мероприятию присоединились студенты, общественники из ОНФ и жители окрестных домов. А сегодня участники акции высадили липовую аллею и выпустили в одно из озер Карпов. Мы видим свою задачу, чтобы уже начиная с детских садов, экологическое просвещение было, и реализовать проект ЮНЕСКО в наших общеобразовательных школах, который называется «Образование в интересах устойчивого развития», когда люди обладали социальной ответственностью, экологическим мышлением. На сегодняшний день проведено водолазное обследование дна Нижнего пруда. Проведена очистка акватории. С территории вывезли около 20 тысяч кубов мусора. Впереди работы по выравниванию береговой полосы. Мы однозначно будем доводить все это до успешного завершения. И, соответственно, мне также хочется поблагодарить всех жителей, которые принимают активное участие. Потому что действительно с активным участием жителей мы действительно можем подготовить наш город в полном объеме к приему гостей в рамках чемпионата мира. Реконструкция парка предполагает появление стадиона, создание тротуарных и велосипедных дорожек и благоустройство набережных около каждого озера, а также установку малых архитектурных форм. Проект благоустройства обсудят с жителями на общественных слушаниях. Парк давно заслуживает того, чтобы быть преобразованным, быть более современным, более удобным, более ухоженным. И эту задачу мы в следующем году постараемся вместе с населением, вместе с жителями выполнить. Если удастся привлечь деньги в рамках программы формирования комфортной городской среды, конечно, это будет серьезно подскорить на городском площадке. Природные памятники Воронежские озера заслуживают бережного отношения как со стороны властей, так и жителей. Очистка и появление новых обитателей должны помочь водоемам восстановиться. Утки для этих озер привычные обитатели, но вот сегодня здесь появились 8 карпов. Теперь самое главное, чтобы они перезимовали уже в следующем году, они могут дать потомство. И тогда местные рыбаки могут приходить на эти озера и рыбачить. Мариана Мирная, Станислав Левин. События.